В честь героев в Челябинске почтили память защитников Отечества. 23 февраля в мегаполисе провели сразу несколько торжественных мероприятий, посвященных военным и ветеранам. Подробнее расскажем в материале. У вечного огня мы ощущаем сопричастность нашей великой истории. Отдаем дань памяти тем, кто защитил родную землю. Почтить память защитников Отечества к вечному огню пришли первые лица региона и города. Руководители силовых служб и горожане. Было достаточно много военных в отставке. Леонид Захаров в 1968 году закончил Чувакуш. Прослужил в авиации 28 лет. С боевыми товарищами всегда встречается у вечного огня. Здесь встретился со своими друзьями, тоже морскими летчиками. Летчики со всех флотов огромной нашей страны. Тихоокеанский, Северный, Балтийский, Черноморский. У нас свой маленький коллектив, но мы все объединены своим главным делом – морской авиацией. Для военнослужащих, курсантов, ветеранов организовали праздничный концерт в Театре оперы и балета. С памятным днем поздравил губернатор Алексей Текслер. Этот праздник был и всегда будет символом мужества, воинской доблести и безграничной преданности Родине. Сегодня мы чествуем российских воинов разных поколений, чьи подвиги остаются для нас примером чести и отваги. На праздник также пригласили родных героев России и близких погибших военных. Кадеты им торжественно вручили цветы. В этом наша сила, что мы защищаем отечество всей семьей. Поэтому говорят, мы едины, не победимы. В этом сила наша непобедимость. Для военных выступили южноуральские творческие коллективы. Песню «Офицеры» солист исполнил вместе со зрителями. В этот момент весь зал встал. «Офицеры, офицеры, ваше сердце над прицелом. За Россию и свободу до конца». Дмитрий Бачко, Павел Востротин, 31 канал.